Приветствую вас! Давайте разбираться с тем, что вы написали. В первую очередь хочется отметить, отметить сразу, что написали вы довольно много. От самого разного я бы сказал, что зачастую даже противоречиво, возможно, друг другу, да, то есть, ну, то, что вы написали, да, это в некоторой степени противоречиво. Достаточно, и я надеюсь, что смогу объяснить вам, почему, вот. Ибо на самом деле снять противоречие будет, наверное, первым шагом к тому, чтобы вам помочь. Хотя, безусловно, я до конца не могу знать, в чем именно ваша проблема, вот. То есть, в чем именно ваша проблема и, соответственно, как вы хотели бы эту проблему решать. Итак, вы пишете, что вас беспокоят, значит, определенные сложности, да, я не буду об этом говорить, какие сложности вас беспокоят. Ну, вы пишете, что они вас беспокоят на фоне, соответственно, невроза, вот. Далее вы пишете, что, значит, в скобочках вы пишете, что самого невроза нет, диагноза нет, а состояние есть. И здесь пошло первое противоречие. То есть, если состояние есть такое у вас, значит, и диагноз есть, понимаете? Это означает, что вы, по сути-то дела, от своего диагноза не освободились. То есть, ну, может быть, может быть, может быть, вы и сняли симптомы, как таковые симптомы, на время. Но, по факту ничего не изменилось, потому что вы пытаетесь, как вы говорите, вернуть мужчину, да, вот, который спит, там, с другими женщинами и так далее, и так далее. Вот, то есть, по сути, это у вас любовная зависимость, вот, любовную зависимость можно, в принципе, идентифицировать. По-разному, да, то есть, любовную зависимость можно идентифицировать. И как некоторые желания человека, ограниченные определенной формой реализации их, вот. И как, соответственно, низкая самооценка, заниченная самооценка, скажем так, вот. Которая позволяет вам думать и считать, что вы достойны того, чтобы быть в отношениях именно, вот, с этим мужчиной, да. А на больше, соответственно, вы не можете претендовать в силу того, что вы недостойны. Ну, вот. Значит, значит, понятно, да, что, когда вы пишете, что у вас, ну, что у вас определенные проблемы на фоне постоянного невроза, да, вот, диагноза уже нет на состоянии, ну, это, соответственно, игра в слов, потому что, на самом деле, диагноз у вас есть, ну, тут нужно выяснять, да, на фоне чего невроз, да, и, соответственно, какое проходили лечение, что делали и т.д., 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 т.д. то есть, вы так отчаянно пытаетесь убрать, там, если убирать это, что значит убрать, убрать это значит подавить. Убрать, убрать же это значит подавить. То есть, вы хотите подавить свое желание. Вот, если вы сейчас худо-бедно свое напряжение снимаете, да, вот, то перестань вы его снимать, и все может быть еще хуже. Вот. Понимаете? Я понимаю, что вам мешают ваши проблемы. Я отдаю себе в этом отсчет, что вам мешают ваши проблемы, но, поскольку за проблемой стоит невроз, вот, то, соответственно, работать нужно именно с ним. Вот. И я так полагаю, что вот вы печите, что у вас болезненный разрыв и невозможность отпустить, с чем это связано, да. Я возвращаю бесконечно мужчину, который давно живет своей жизнью, вот, стал с другими, но это долгая история, не в нем вопрос. Да нет, вы ошибаетесь. Это именно та история, и в нем, вопрос, все пошло скорее всего из этой истории. Вот. То есть, у вас головой все к интеллекту имеется, это понятно, работать нужно. Нужно работать. Вот и все. То есть, тут, вот, последовательная, детальная работа, разбор, невроза, все вот это вот, и так далее, и приведение вас в норму. Вот. Если есть диагноз, соответственно, ну, точнее, если был диагноз, сейчас его нет, нужно переосвидетельствовать диагноз, чтобы вам назначили лечение и соответствующую психотерапию. То есть, поддерживающие препараты плюс психотерапия, вот это то, что вам нужно. И по-другому вы своего состояния не выйдете никак. Ну, и помощи других людей, естественно, тоже. То есть, это, соответственно, поддержка, да, это, соответственно, там, направление своей энергии, внушное русло и так далее. Вот. Если говорить именно о конкретной проблеме, то вы не свободны. Знаете? То есть, тут тоже нужно понимать, если вы реализуете свои желания, какими бы они ни были, то есть физиологические желания, есть желания эмоциональные, а есть желания, так называемых, ваших субличностей. То есть, что-то может заставлять вас делать против вашей же воли. Вот. Ну, с этим тоже нужно работать. Что именно и почему вы делаете против своей воли. Я думаю, что это можно и нужно разобрать. Я думаю, что это можно и нужно подкорректировать, вот, если вы пройдете серьезно к вопросу. Вот. То есть, вы здесь пишете, что делать, когда нервы и инстинкты диктуют свои правила жизни. Выгоды искать. Какая во всем этом выгода? Вот вы не можете уехать. Опаздывайте, соответственно, по делам. Вот. Ну, какая выгода во всем этом для вас? Пока не будет выявлена выгода, но вы будете так поступать. снова и снова. К сожалению. От этого никуда не деться. Так. То есть, ваш вопрос, да, он требует очень детального разбора. Очень, очень, очень детального разбора. И никто не говорит, что это смешно. А вот вы, вы, скорее всего, склонны к обесцениванию себя и своих чувств. Вот. И это тоже является причиной того, что с вами происходит. Вот. Ну и любовная зависимость. Конечно же. Тоже. Вот. Так что, пока над ним. Так. Выбирайте себе психолога и, соответственно, начинаете доработать. Вот. И определите сразу для себя то, что вы будете делать. Вот. Конкретно вы что будете делать. В этом ситуации. Ну, то есть, вот вы конкретно что будете делать. Именно вы. Понимаете. Что вы готовы сделать. Готовы ли вы, например, вместе с психологом над собой работать. Готовы ли вы делать домашние задания. Готовы ли вы там менять свое поведение и так далее. Вот. Должен быть четкий запрос. Понимаете. Не запрос такой, как убрать то или иное поведение. Да. Убрать ту или иную форму реализации желаний. А поменять. Что я хочу поменять в своей жизни. Что я хочу изменить в ней. Вот это, пожалуй, важнее всего. Знаете. Ну. Ну. Потому что. Да. Это основа всего. Вообще всего. Вообще всего. Вот так. А пока у вас даже запрос поставлен. В целом. Неверно. К сожалению. К сожалению, неверно. Нет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.